Десятилетиями и столетиями в Иркутске стоят дома-памятники. Во многих из них до сих пор живут люди, однако далеко не всегда такую жилплощадь можно назвать комфортной. Три семьи из Иркутска добиваются признания исторического объекта аварийным. Почему жизнь в таком здании сомнительное удовольствие, выясняла Дарья Эйвазова. Когда сильные дожди затекают, вот выйти вот со щели, здесь угол тоже затекает и прям по окнам бежит в квартире. Чтобы защитить свою жилплощадь, Иркутянке Ирине Гусаковой приходится выбирать между комфортом и нарушением закона. Ведь дом, в котором женщина живет с самого детства, является выявленным объектом культурного наследия. И ремонт задача непростая. Зданию 111 лет. Век назад здесь располагалась контора городской скотобойни. Об особом статусе Ирина узнала при приватизации. Но сложности возникали и раньше. Прописывалась я тоже со скандалом, меня сюда не прописывали, потому что всю жизнь этот дом был аварийное состояние. Я маленько росла, в аварийное под снос дом всегда был, не прописывали. Сейчас же дом-памятник аварийным не считается. Альтернативы у Ирины нет, как и у соседей. Всего здесь две частных и две муниципальных квартиры. Одну из них признали аварийной и расселили. Но только ее, а не весь дом. Теперь пустое жилье заливает дождями и заметает снегом. Сами заколачиваем, сами обслуживаем. То есть сушим здесь, проводим окна постоянно, открываем, чтобы воды не было. Потому что вся вот эта вонь потом поднимается, этот запах. Он идет к нам в квартиру. Ну, дети маленькие, как бы это сырость, грибок этот, он нам не нужен. Больше всего опасений у иркутян вызывает гниющая крыша. По закону отремонтировать ее может только лицензированная организация и особыми материалами. Это очень как бы дорого все стоит. Нужно брать разрешение даже для того, чтобы поклеить обои, потому что исторический объект. А на расселение жильцы претендовать не могут. Пока аварийным не признают остальные помещения или же весь дом. Чтобы признать жилое помещение непригодным для проживания, там достаточно заявлений, технический паспорт и правоостанавливающий документ. Это может сделать и собственник. А вот для признания дома аварийным здесь несколько сложнее. Здесь необходимо заключение об обследовании дома специализированной организацией, которая еще имеет специальную лицензию для работы с объектами культурного наследия. Такую экспертизу город постепенно проводит. Но дома на Сурново в ближайших планах нет. Жильцы могут провести экспертизу и за свой счет. Но раньше 2025 года расселить их не получится. Максимум предоставят маневренное жилье. Жить бок о бок с историей не по карману многим собственникам. Но ситуация меняется. В Иркутской области после долгих споров в прошлом году началось софинансирование из областного бюджета капитального ремонта на квартирных домов памятников. Примерно из расчета 17 тысяч рублей на один квадратный метр. Достаточно ли этого, чтобы сохранить наследие и сделать его комфортным для жилья, покажет лишь время. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров, Иван Гоголев. Новости по будням.